В южных и восточных регионах Украины не стихают митинги. Население добивается федерализации, заметного расширения полномочий региональных властей. На улицы выходят тысячи людей, которые требуют, чтобы их услышали. Самая напряженная ситуация в Одессе, где едва не схлестнулись те, кто за Майдан и кто против. А еще произошло то, за что теперь приходится извиняться некоторым политикам. Во всем подробнее Дмитрий Толмачев. Молоды из Одессы! Ангелевские одессы! Противостояние сторонников и оппонентов новой власти в Одессе достигло такого накала, что в какой-то момент показалось столкновение не избежать. Если сложить цифры, которые давали и те, и другие, митингующие в общей сложности, на улицы города вышли почти 30 тысяч человек. Люди с триколорами выкрикивали антифашистские лозунги. Мы раздевить не пройдем! Мы раздевить не пройдем! Сочувствующие Евромайдан унесли километровый желто-голубой флаг. Так так цепочка людей визуально превратилась в полноценную колонну. Призывали к миру и единству. Но вот кадры, где правый сектор проводит инструктаж. Слушать нужно одного человека. Строится, отступать или все остальное. У нас сегодня война с Россией. Тяжелее всего пришлось милиционерам. Они старались не допустить прямых столкновений между митингующими, когда Евромайдан у знаменитого памятника Дюку окружили одесситы с российскими флагами в руках. Позор! Позор! Милиция с трудом сдерживала горожан. Для сторонников новой власти сделали коридор, по которому те смогли спуститься к Одесской набережной. В этот же день люди возлагали цветы к памятнику неизвестному матросу. Правда, акция была омрачена тем, что пресс-секретарь местного отделения партии «Удар» сожгла на вечном огне у памятника несколько георгиевских ленточек. Сама партия от этой выходки поспешила откреститься, заявив, что это была лишь личная инициатива сотрудницы. В Донецке, напротив, георгиевскую ленточку можно было увидеть чуть ли не на каждом. Митинг в эти выходные здесь был только один, но по плакатам в руках собравшихся можно изучать географию Донбасса. Хотя власти и телевидение Украины не стесняются называть приезжими. Мы местные, мы местные, мы не куплены там никакие нибудь. В Кировском уже шахтеров рассчитываем за то, что они борются с этой хунтой. Разве это можно? Разве это демократия? А российские каналы зачем отключают? Люди должны знать правду. В отличие от западных областей и Киева, где в это время поминают так называемую «небесную сотню», в Донецке тысячи людей идут к памятнику освободителям Донбасса, чтобы почтить память погибших сотрудников спецподразделения «Беркут». С начала русской весны, как уже почти официально называют протестное движение в этой части страны, представители власти не спешат выходить к народу. Чтобы добиться соблюдения своих прав, жители Донецка идут к вокзалу перекрывать железнодорожные пути. После непродолжительных переговоров милиция все-таки пропустила людей на территорию вокзала. Сейчас здесь находятся примерно тысячи митингующих. Они заблокировали железную дорогу и называют это первым предупреждением новой киевской власти. Стояние на рельсах заканчивается меньше, чем через час. На железнодорожном сообщении оно не сказалось. Перед единственным поездом, идущим в этот момент по расписанию, люди раступились. На фоне новостей из Киева о повышении вдвое цены на газ и отмене социальных выплат, протестные настроения набирают обороты. Похожие акции прошли в Днепропетровске, Луганске и других украинских городах. Жители Харькова заявили о необходимости создания Юго-Восточной Федеративной Республики в составе Украины. В дальнейшем они собираются координировать свои действия с единомышленниками из соседних областей. Дмитрий Толмачев, Олег Никифоров, Дмитрий Кучеряев, Дмитрий Матюшин. Первый канал. Украина. В Российской Федерации появится еще одно министерство по делам Крыма. Его возглавит Олег Савельев, который ранее занимал пост заместителя министра экономического развития. О том, чем будет заниматься новое ведомство, рассказал Дмитрий Медведев, который провел выездное заседание в Симферополе. Как отметил премьер, решение такой задачи, как развитие полуострова, потребует значительной концентрации усилий и создание нового органа исполнительной власти – необходимый шаг. Уже в следующем месяце крымчане почувствуют существенные изменения, связанные с ростом различных выплат. Заработные платы и пособия доведут до среднероссийского уровня. Процесс будет идти поэтапно и завершится в июле. А уже завтра первую прибавку получат крымские пенсионеры. 1 апреля будет проведена первая доплата. Далее каждый месяц ее размер будет увеличиваться на 25% от необходимой суммы до приведения к общероссийскому показателю. Таким образом и доплата, ну и, соответственно, пенсия в целом увеличится в мае, июне и июле с тем, чтобы в июле в целом мы эту тему закрыли, выполнив все обязательства перед крымскими пенсионерами. Отдельно хочу сказать. На переходный период мы сохраним все социальные выплаты, которые действовали на территории Крыма и Севастополя, до подписания договора с Россией. Даже если их нет в российском законодательстве. Или же, если их величина превышает российский уровень. Жители полуострова не должны лишиться привычной системы поддержки. Обсудили на заседании другие вопросы. К примеру, снижение цен на авиабилеты в Крым до 7-8 тысяч и ниже. Решается вопрос о включении маршрутов в программу субсидирования авиаперевозок. Серьезная проблема полуострова – это обеспечение пресной водой. Износ оборудования местами достигает 60%. Среди возможных путей решения – строительство нового водопровода с территории Кубани и создание водохранилищ на Таманском полуострове. На льготы могут рассчитывать российские компании, которые соберутся инвестировать средства в развитие Крыма. Они могут быть освобождены от отдельных налогов в рамках создаваемой особой экономической зоны. Технически национальную платежную систему можно отладить всего за полгода. Об этом сообщил на встрече с Владимиром Путиным глава Сбербанка. Герман Греф был одним из первых инициаторов создания российского аналога Visa и MasterCard. Из просто актуального этот инструмент превратился в остро необходимый. После того, как чуть больше недели назад обе компании без предупреждения приостановили обслуживание карт сразу нескольких наших банков, в том числе Банка России, который попал в санкционный список американских властей. Как заявил Греф, сейчас слово за парламентариями, которые должны подготовить законодательную базу. Вы когда-то были инициатором создания национальной платежной системы в пластике. Как двигается эта работа? Мы обсуждали эту тему, освещаясь в Центральном банке. В принципе, требуется изменение целого ряда нормативных актов России, которые можно поправить достаточно быстро. И с момента принятия поправок в закон, я думаю, что нам потребуется техническая работа от двух до шести месяцев, для того, чтобы в разных вариантах запустить национальную платежную систему. В каком состоянии это сейчас закон-то? Закон внесен в Думу депутатами. Я надеюсь, что теперь в свете последних событий это может быть принято достаточно быстро. Мы для себя начали работу с другими банками по созданию так называемого локального хостинга, когда все банки между собой замыкают платежные системы, и тогда мы можем оперировать внутри страны уже сами. И сегодня же президент встретился с губернатором Архангельской области. Игорь Орлов рассказал о социально-экономическом развитии региона и отчитался о том, как выполняются майские указы. В Париже состоялась встреча министров иностранных дел России и Франции. Сергей Лавров и Лоран Фабиус обсудили возможные пути стабилизации на Украине. Тема выработки единого плана действий в кризисной ситуации была основной и в ходе переговоров главы российского МИДа со своим американским коллегой Джоном Керри. Начались эти консультации накануне поздно вечером и продлились три с половиной часа. Москва настаивает на разрушении украинских радикалов, обеспечении прав национальных меньшинств в стране и проведении конституционной реформы. Честных выборов, которые должны пройти под объективным международным контролем. Мы убеждены, что федерализация является очень важным компонентом этой конституционной реформы, потому что самое главное обеспечить единство Украины через учет интересов всех без исключения регионов этой страны. Украинскую государственность только предстоит еще закрепить. Я не думаю, что это можно будет сделать на устойчивой основе, если будет игнорироваться факт наличия русского языка в качестве, безусловно, второго основного на Украине. Федерализация не означает, как этого опасаются в Киеве и в других местах, попыток расколоть Украину. Но, наоборот, мы убеждены, что только договоренность о том, чтобы уважать каждый регион, его традиции, его обычаи, его культуру, его язык, только это обеспечит единство и устойчивость украинского государства. Мы не согласимся двигаться вперед, если легитимное украинское правительство не будет за столом переговоров. Принцип прост. Никаких решений о будущем Украины без самой Украины. Тем временем в самих Соединенных Штатах все больше чиновников и законодателей призывают руководство страны признать и принять выбор крымчан. Так, председатель комитета по разведке в американском Сенате Диана Фанштайн открыто призналась в телевизионном интервью, что упорство у Белого дома все равно ничего не изменит. Логичный тезис озвучил конгрессмен Алан Грейсон во время слушаний по Украине, которые проходили в американском парламенте. Любой, кто изучает российскую историю, знает, насколько важным Крым был и остается для России. Крым является преимущественно русским. Референдум прошел. Это уже сделано. Мы должны быть довольны тем, что где-то в мире процесс самоопределения двух миллионов человек и передачи власти прошел без кровопролития. В этом и заключается базовое право народа на самоопределение. Именно это и произошло в Крыму. И в любом случае не нам это решать. Завершен прием документов от желающих стать президентом Украины. Центр-избиркому предстоит рассмотреть и проверить с бумаги 27 претендентов. Обещают закончить процедуру в течение пяти дней. Таким образом, в конце этой недели станет понятно, кто примет участие в президентской гонке. Уже зарегистрировано семь кандидатов, в их числе и экс-губернатор Харьковской области Михаил Дубкин, выдвинутые партии регионов. Покануне поздно вечером со своими претендентами определились и прочие заметные политические силы. От Батьковщины предсказуемо пойдет Юлия Тимошенко. Свободу представит Олег Тегнебог. А вот Виталий Кричко, партия «Удар» неожиданно от президентских амбиций отказался. В пользу олигарха Петра Порошенко, у которого, если верить соцопросам, самый внушительный рейтинг – почти 25%. В игре и лидер правого сектора Дмитрий Ярыш, но не как представитель радикальной организации, а как самовыдвиженец. В общем, палитра кандидатов весьма пестра и есть даже космический злодей. И в завершении выпуска кадра из США там жестко разогнали акцию протеста. На улице города Альбукерке, штат Нью-Мексико, вышли сотни людей, выступающих против полицейского произвола. Поначалу мирный миссинг вылился в беспорядки. Активисты перекрыли улицы, попытались снять дорожный знак, а потом затеяли драку с сотрудниками правоохранительных органов. Те, в свою очередь, применили слизоточивый газ. В результате несколько человек задержаны. Поводом для демонстрации стало убийство полицейскими бездомного, который якобы угрожал им расправой. Причем этот инцидент далеко не первый. В городе за последние четыре года произошло более 20 подобных случаев.